Дорогие коллеги Дорогие коллеги Потому что вы закладываете в ребятишек, в наше будущее, все те качества, которые, собственно, потом и выстреливают. И что бы кто бы ни делал, что бы кто бы ни говорил, это всегда останется правдой. Как бы ни пытались нас в той или иной ситуации, так сказать, определенные люди унижать и низкими зарплатами, и тяжелейшими, абсолютно ненужными условиями, в которых приходится работать. Но мы должны делать свое дело. И это и есть то основание, почему я вас бесконечно уважаю. Потому что знаю, как это трудно, вот в этих тяжелых жизненных условиях быть искренними и увлеченными. Потому что только увлеченный человек может научить своему предмету. Невозможно учить, когда ты не любишь свой предмет. Поэтому я бы ответил на любые ваши вопросы, на любую тему, касаемо науки, жизни, организации. Ну, всего, к чему я как-то имею отношение. Как физик, как руководитель самого большого академического института в стране. Ну и как ваш коллега, потому что я тоже преподаю. Не сильно много сейчас, но тем не менее. Стараюсь это делать с предельно возможным качеством. Я преподаю в физико-математической школе. Веду семинарские занятия по физике с ребятишками. Обычно беру самые слабые классы или самых слабых детей, собираю их вместе. Стараюсь, чтобы они полюбили физику. Ну, вот, собственно, все. Я бы... да. У меня такой простой вопрос. Смотрите, я знаю двух коллег-учителей физики. И у них, получается, дети очень разные. Я знаю, потому что я за ними наблюдаю, как руководитель витамического института. И получается, что физика, ввиду того, что всего два часа, по-моему, в школе, среди, в седьмом-восьмом классе, ну, изредка три. Вот. И получается такая проблема, что, ну, буквально каждый урок тема. И как вот найти такой баланс между тем, чтобы не превратить его в окружающий мир без решения каких-то задачи, да? Ну, и при этом не свести к двум темам за урок, чтобы осталось время решать задачи. Как найти вот это время для решения задачи? Я думаю, что фокусироваться надо именно на том, что самое главное. Ну, вот, например, решение задачи. И через задачи уже объяснять физику. Вообще всегда выгодно, ну, при прочих равных условиях, объяснять через конкретную задачу, через какую-то пользу, которую тебе принесут знания, показывая их применение на практике. Ведь для чего мы знания-то добываем? Для того, чтобы их на практике применять. Поэтому надо начинать с практического применения знаний. Тогда человек ощутит их пользу. И, может быть, заинтересуется, и, может быть, что-то будет делать. Ну, вот я вот именно так. Приходят ребята там, у них двойки, они не понимают, что происходит на лекциях, на семинарах. Я начинаю с того, где ваши домашние задания на завтра по физике. Вот, решаем. И они уйти должны с решенным домашним заданием, которое они поняли. Вот такая задача. Ну, вот как я подтягиваю. Вот так. Насколько вы считаете вообще телесообразным в современных условиях, и с учетом того, что для нас в гимназии очень большие объемы домашних заданий, и нам как-то определенно мешает манитарный предмет, потому что решить задачу какую-то, надо нужно хорошо сесть и разобраться, а где-то идет форма, потому что выучить, и получить. Насколько вы учете с собраться в современных условиях? Я знаю, много школ есть тоже, им находится бывает, где нет домашних заданий, а есть небольшое задание на самом деле. Ну, все зависит от конкретного ребенка, от конкретной ситуации. То есть я, поскольку работаю в физморшколе, то там есть некий достаточно большой объем обязательного домашнего задания, объем самостоятельной работы, хотя последние годы это вот как-то выховачивается в том плане, что нагрузка большая, накручена куча разных предметов, в ущерб глубине и качеству освоения каждого предмета. В итоге мы, вот самый большой вред от этого заключается в том, что мы даем детям привычку вообще глубоко ни в чем не разбираться. То есть быть людьми поверхностными. Но ведь поймите, они тогда и в жизни будут поверхностными. У них не будет нормальных семей, у них не будет нормальных детей, потому что они будут рассуждать так, да на тебе гаджет, и отстань от меня, а я на рыбалку поехал. Понимаете? Вот и все. Все будет так поверхностно. И в их работе будет все так поверхностно. Они будут управлять всем чем угодно. Сегодня он готов управлять продовольственным рынком, завтра он придет управлять академическим институтом, а послезавтра ему дадут какой-нибудь завод по производству колбасы. И все хорошо. Никаких проблем. Только кто потом эту колбасу будет есть и так далее. Когда я училась, мы как-то физикой не воспринимали, не понимали. Вот сейчас я смотрю на детей с каждым годом, а они все больше боятся физики. Вот это, знаете, может быть, с чем это связано? С современным миропониманием детей? Да. Очень точно вы заметили, это то искажение, которое катастрофично и вредно для нормального сознания. Ведь смотрите, для чего нам нужна голова? Ну, кроме того, чтобы обеспечивать жизнедеятельность организма, 99% мощности нашего компьютера идет на работу иммунной системы, всех внутренних органов и так далее, и только 1-2% в лучшем случае это наш интеллект. Но даже это нужно тренировать. И с задачей получить новое знание и применить его для того, чтобы это было полезно в жизни. И это дает человеку радость, уверенность и так далее, и так далее. А когда человек даже близко не может выйти на этот уровень, потому что он не знает математики, ему трудно сообразить 7-15, она меньше 1-2 или больше 1-2. Вот какие проблемы. Мы не можем, так сказать, привести подобные, сократить какую-то простейшую дробь и так далее. Этого не умеем. Не потому что дети не способны. Ребятишки, они прекрасные, они такие же. Просто они не тренировались это делать. Это было делать им некогда. Отличники бежали по верхушкам, чтобы успеть 10 предметов подготовить к завтрашнему дню. И так каждый день. 15, да. Вот, вот. Понимаете? И в каждом предмете ты ни о чем. Половина предмета идут раз в неделю в один час. Ну, ответить можно только словами Льва Николаевича Толстого. Делай, что должно, а далее будь, что будет. Ну, вот только так. Очевидно, не благодаря, очевидно, вопреки. Я физик, и я, короткий Анатольевич. Сейчас вот смотришь, что это на лоб, фиг, пора на физику, большинство. Физика – это задача, которая решает. Задача, конечно, это хорошо. Но физика – это больше всего практика. Вот если человек в школе, когда мы учились, в советской школе, почему я был? Я до четвертого курса готовился, как бы, физик-диагер. И вот, сейчас даже человек, если ученик не послушался, звук счетчика гегера, не послушал, дальше не подержал в руках, и за то, хотя бы, в школе их сейчас же нет, даже, наверное. Ну, конечно, да. Что зовут? Практика должна быть. Понимаете? Мы сейчас начинаем говорить физику, там, про ядерные взрывы, там, начинается, там, у молодежи, там, атомные ресурсации не нужны, например, и так далее. Прошу. Вот это ведь чумно. Почему не практики больше всего? Нет, конечно, конечно, это в любом деле должна быть практика. Но это мы говорим о правильном, сбалансированном образовании, которое преследует своей целью реально научить и сделать человека думающим, сделать его творцом. Но таким человеком уже трудно управлять, он же сам думает. Ну вот, вот вам и ответ. Да. Вот мы были здесь лет 10 назад, и у вас в институте с графенами там как-то не пройдет? Нет, у нас в институте вроде с графенами не работали. С графенами? А? Ну, там, с этим, с графеном у нас в вас есть институт, только, наверное, не ядерная физика. Нет, нет. Ну, если, не, ну, неважно, если говорить там про графен и так далее, про русскую историю этого дела, про Гейма и Новоселова, значит, они вышли из Черноголовки, институт химической физики, так сказать, известный институт. Там же у них находится институт теоретической физики имени Ландау в Черноголовке. Вот. Ну, а вы знаете, что Новоселов и Геймс сначала получили не Нобелевскую премию, а Шнобелевскую премию. Это премия, которая дается за такое, ну, не то что за шарлатанство, но за некую такую... Бесполезное открытие. Ну, бесполезное открытие, да. И потом, как только появились фантастические приложения этого, им дали реально Нобелевскую премию за эту работу. Понимаете? Вот, это красивая такая история. Но это говорит о том, что в советское время у нас хорошо учили, коль таких ребят вырастет. Правильно? Ну, вот. Так объем информации с тобой будет окружающих человек. Подождите, а я вот сейчас ребятам все время задаю вопрос. Вот у вас, у каждого в кармане лежит вот такой прибор. Значит, этот прибор по своей вычислительной мощности и памяти примерно в несколько десятков раз превосходит всю вычислительную мощность Советского Союза в 1980 году. А это примерно сотня мегаватт электроэнергии потребляли эти разные ВМ, БСМ-6, ЕСКи всякие разные, и другие машины. Вот. Занимали колоссальные площади, это там сотни тысяч квадратных метров. И на них работали десятки, если не сотни тысяч человек. А теперь у вас это все валяется в кармане. И как вы его используете? И вообще вы понимаете, что у вас в кармане? Нет? Не понимают. Ну, это не беда. Я смотрю советские учебники, которые, кстати, как-то очень быстро раздали все манкулатуры. И вижу, что в математике, даже в алгебре, были отдельные параграфы, парапоясные с микрокалькулятором. Детей учили там уже на контуре, не программируют. Да, конечно, конечно. А сейчас у нас это все учебники работают. Ну, конечно. Сейчас попробуйте найти первый программируемый советский калькулятор B321. Друзья, я бы сказала, что нам когда-то, когда организовывались эти школы РАН, нам обещали, что будут лекции, какие-то семинары ученых. Ну, я на таких двух онлайн, конечно. Была поражена, потому что мы ждали что-то большего с детьми, а нам такой приземленный какой-то уровень показали. Я бы хотела, нельзя ли организовать вот онлайн такие семинарские занятия. Ведь есть такие звездочки, ну, у меня много учеников сюда уже поступало, которые вот, ну, которым не хватает, допустим, меня как учителя. Даже если я приглашаю с пединститута или с технического университета, больше у меня неоткуда пригласить преподавателей. Это не очень как бы достаточно. А вот хотелось бы, чтобы, может быть, как-то можно организовать какие-то такие... Я думаю, это хорошее предложение, можно, да, у нас есть. Да, 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 можно, можно. Потому что вот есть такие звездочки, которые хотят этого, понимаете, а мы, ну, я некомпетентна, вот, чтобы вот это все так раскрыть. Математика, пожалуйста. Очень многие детьми, очень многие дети воодушевляются, если харизматичные ученые приходят. Мы с детьми ходим на лекции, иногда кто-то придет, ну, мы математику слушаем, ну, честно, отрабатывает за те деньги, которые мы платим. И мне стыдно было перед детьми, когда я это слушала. Они смотрят на меня, а я не знаю, что им ответить. А бывали люди, которые приходили очень прям, они понимали, детская аудитория. Им не надо рассказывать детали, воодушевить надо, понимаете? Детали не нужны. Ребенок сам поедет в спорту, в спорте, если ему надо, и не идет там. Конечно, конечно, конечно. И вот таких харизматичных людей, если у вас есть в институте, надо выводить на школьную аудиторию. Вот они просто сделают очень много. Дети потом сами копаются. Конечно, конечно. Я как учитель, но я их уже и так флагом машу. Дети, математика везде, и там, и там. Но чтобы в науку пошли. Самый главный посыл заключается в том, что сейчас вопросов, или поле того, что мы видим, но не понимаем и не знаем, оно колоссальное, оно гораздо больше, чем то, что мы понимаем. А то, что мы понимаем, мы осознаем, что мы это понимаем очень поверхностно. И под этим кроется нечто, что мы абсолютно не понимаем. Вот какая сейчас ситуация. Всего наш мир, так сказать, имеет примерно 62 порядка. То есть в малые размеры это 10 минус 33 сантиметра, а в большие размеры 10, 29 сантиметра. Все. Глубже ни туда, ни туда мы ничего сказать не можем. Просто нет никаких данных, никакой информации, никакого способа мы не видим, как туда добраться. Более того, мы даже не видим сейчас способа, как вот сюда добраться, вот в эту область. Вот это вот, да. Я возьму поярче этот самый. Вот это логарифмическая шкала масштаба. Здесь линейные порядки. 10 минус 35 метр, 10, 27 метр. Значит, 10, 27 метра – это примерно оцениваемый нами размер Вселенной. Он гораздо больше, примерно в 100 раз больше, чем размер видимой Вселенной. Вот. Ну, там есть разные соображения, почему она вот такая большая. Ну, похоже, вот... Ну, дальше мы совсем ничего сказать не можем. А вот это вот в малую, так сказать, область – это так называемая планковская длина. Вот на таком масштабе в наших современных представлениях пространство-время просто будет неустойчивым. Оно не может существовать. Это значит, там начинают работать, если там все что-то есть, работать какие-то законные принципы, которых мы сегодня никакого представления не имеем. Вообще никакого. Да и вот сюда мы дотянуться никак пока не можем. То есть вот, условно говоря, большой адронный коллайдер, он вот где-то вот здесь вот, даже где-то вот тут заканчивается. 10 минус 19 сантиметров. Все, мы пока глубже заглянуть не можем. От 19 до 35 степени еще огромное расстояние, которое для нас абсолютно неведомо сегодня. И нет способа, мы не видим пока способа или эксперимента, который бы нам позволил туда заглянуть. Есть некие идеи, но, так сказать, наверняка мы не знаем. Значит, если говорить про... Так, сейчас попробуем переключиться. О, в одну сторону работает, а в другую вот. А, понятно. Значит, это по времени. По времени тоже примерно 62 порядка. Почему так? Никаких идей нет. Размер нашего мира, ну, если самое большое разделить на самое маленькое, получится 10 в 62 в пространстве и примерно столько же во времени. Почему так, мы не понимаем. Теперь, если говорить про, ну, вот, современные приборы, которыми мы пытаемся, вот, заглянуть туда, где ничего неведомо, вот я их просто пролистаю. Ну, это вот нейтринный телескоп, вот эта вот вся, так сказать, сфера заполняется очень чистой водой. Это орбитальные телескопы, ну, не только Хаббл сейчас работает, еще много всяких. Это гравитационные антенны, которых три штуки сейчас работает в мире. Вот, это дальше коллайдеры всякие разные, включая большой дронный коллайдер. Вот, детектор Атлас собирается. Видите, там человек стоит внизу. Вот, то есть, вот такая кракозябра. Вот. И колоссальные сооружения, конечно, они очень дорого стоят. Это вот тоже детектор на коллайдеры в Японии, в котором вот эти вот торцевые части, вот эти вот, они изготовлены нашими ребятами из ИАФа, и мы их эксплуатируем. Это уже наш коллайдер в ИАФе. Вот он так выглядит в ИАФе 2000. Самый маленький коллайдер, но один из самых очень интересных, без работы которого разобраться в том, что получают на большом адронном коллайдере, не получится. Дальше наш проект будущий, который мы имеем, и который можно реализовать сегодня в России, несмотря на всякие санкции, это коллайдер, который позволит продвинуться вот с 10-19 сантиметра до 10-22 сантиметра. Туда, куда даже большой адронный коллайдер заглянуть не может. А мы с примерно в 20 раз меньшей стоимостью проекта заглядываем на два порядка глубже. И это наша технология, наше ноу-хау, которое, так сказать, родилось в том числе и здесь в ИАФе. Это не скиф? А? Нет, это не скиф. Нет, скиф для нас. Это микроскоп, который нам самим, для нашей науки не нужен, бесполезен. Он нужен для материаловедения, для физики твердого тела, всяких полупроводников, квантовых состояний, для фармакологии он нужен, для медицины он нужен, для синтетической биологии он нужен, для химии, промышленной химии, для всякого машиностроения, так сказать, вот эти сложные тяжелые режимы работы металлов и композитных материалов в двигателях и так далее, и так далее. Скиф нужен для этого. Он нужен широчайшему кругу исследователей и ученых, но для нашей науки он не играет никакой роли. Это для нас некая такая научная благотворительность. Мы можем это сделать, мы это сделаем для других. Ну, это сегодняшнее состояние понимания, так сказать, нашего пространства-времени. Ну, условно говоря, если говорить коротко, то на всех тех астрономических расстояниях, которые нам любыми наблюдениями доступны, наше пространство идеально эвклидово. То есть плотность равна критической, то есть единице. Вот. Почему это так, мы не понимаем. Почему вот эта тройка, три пространственных измерения и время, а вообще что такое время, тоже непонятно, если говорить серьезно. Эта тройка присутствует и в структуре стандартной модели физики элементарных частиц. Вот видите, здесь есть три поколения частиц. Три поколения кварков, три поколения лептонов. И, в общем-то, достаточно четко доказано, что не может быть четвертого поколения. Если бы оно было, мы бы это уже увидели в своих экспериментах. Его нет. Почему пространство трехмерное? Связаны ли эти тройки друг с другом? Тоже непонятно. Удивительно, значит, была надежда у физиков, когда они осознали, что вся вот эта вот непонятная, весь этот зоопарк элементарных частиц, которую видели на ускорителях в середине прошлого века, и потом систематизировали и свели вот к этой табличке, что, оказывается, все можно составить из вот этих кирпичиков. Вот, вот, больше ничего не нужно. Осознали, что вот этими кирпичиками, их свойствами, их количеством управляют определенные симметрии. Осознали, что симметрии в физике играют ключевую роль. И вот на этом энтузиазме, на этой надежде думали, что удастся и вот эти вот все кирпичики тоже упростить, свести к гораздо меньшему числу элементов с помощью применения, ну, каких-то более общих симметричных подходов. Назвали это теорией струн или суперсимметрии. Но ничего не вышло. Во-первых, теория сама не показала свою математическую простоту и красоту. Оказалось, что миллионы неких математических объектов в принципе могут соответствовать существующей реальности. Нету какого-то одного в рамках вот тех развития вот этих идей по использованию симметрии, которые привели к теории струн. Ну, математики это довольно некий толчок. Но физики, к сожалению, пока нет. Скорее всего, это, ну, куда-то пошли не туда. Значит, реальность где-то в другом месте. Где мы не знаем. Это вот к вопросу, а что исследовать-то, на что жизнь положить и чем заниматься. Так вот, непонятного очень много. Да и с этими частицами, по большому счету, еще разбираться и разбираться. Про многих из них, например, про нейтрино, мы даже не знаем, какие у них массы. Мы видим, что они у них есть, а померить мы их пока не можем. Вот. И много еще чего мы не можем померить вот в этой табличке. Так что работа немерена. И точно мир не должен быть вот такой сложный. Он должен быть как-то попроще. вот стандартной модели сегодня 26 констант, 26 параметров, которые мы вообще не понимаем, почему они такие, как они друг с другом связаны. А точность настройки этих параметров 40 порядков. Вот если вы на 10 минус 40 расстроите систему, вот этого мира не будет. Вот это как-то очень странно. 40 порядков. Безумно маленькая величина. Ужас. А вот так? Почему так? Не понимаем. Ну вот. Вот это те вопросы, которые тут сформулированы. Вот эти вот все вопросы, они, в общем-то, здесь есть. Ну вот, собственно, если про физику говорить, а это самая база. Из этого выходит все. Ну вот, например, мы пользуемся сейчас химией, всем, ну вот, в быту, электроникой. Все это квантовая механика, квантовая физика. Но мы не понимаем основ квантовой механики. Мы не знаем, почему вот это есть соотношение неопределенности. Откуда берутся вот эти неравенства, Белла, так называемые. А мы не понимаем, даже не задаем в наших теоретических представлениях себе вопрос, а что происходит при изменении состояния системы. Ну вот, квантовая теория поля, она, теория такая, она говорит, что вот у вас есть какое-то исходное одно состояние, а вот потом второе. И вот вы можете посчитать только вероятность перейти из этого в это. А как оно будет переходить, этот вопрос запрещен, а мы не знаем как и отвечать на него не будем. Вот так устроена квантовая теория поля. Что такое эти частицы, мы тоже не понимаем. Как Фейман прожил свою жизнь, выдающийся физик, Нобелевский лауреат, он в детстве, еще в 6 лет, ему учитель рассказал про принцип наименьшего действия, и его это так впечатлило, что он поставил себе жизненную цель разобраться, на основе чего этот принцип существует. И в конце жизни, перед смертью, он написал, это мое самое главное разочарование, я не смог осуществить ни одну свою детскую мечту в физике, я не разобрался с принципом наименьшего действия, и мне не удалось построить ни одну, а сколько-нибудь состоятельную модель электрону. что такое электрон. Сейчас мы можем сказать, что это точка, он не имеет размера. Мы не видим этого размера ни в каких экспериментах. Но так быть не может. У него есть заряд, у него есть спин, у него есть масса, у него много чего есть. Вокруг него шуба из электронов и позитронов, таких же, как он. Как это все? Посчитать мы можем, как он себя будет вести во всех мыслимых ситуациях, которые можно почувствовать в эксперименте. Это мы можем делать сегодня. Но мы не понимаем, что это такое. Вот мы с вами электроны с электронами трем, да? А что это такое? Мы абсолютно не понимаем. Вот так. Ну, это к вопросу вот о нашей с вами науке. А вопрос еще и к математике очень серьезный. Наверное, почему мы не понимаем? А потому что, наверное, в основе вот этого понимания лежат такие объекты, которые совершенно непредставимы в нашем обыденном трехмерном опыте. Ну, вот в трехмерном пространстве, в том, как, понимаете, наш мозг, он ориентируется на практику, на применение в жизни. Видимо, там нужно что-то другое, чего нам в силу отсутствия такого опыта сейчас недоступно. И вот это задача математики, как выйти на такие инструменты. Математика уже не раз спасала физику, и вот, собственно говоря, и с квантовой теорией, и с симметриями, это теория групп и так далее. Ну, видимо, еще надо спасать, потому что вот пока что с пониманием-то проблемы. Поэтому математика, это для нас вот... Там тоже... Мы сейчас ничего понять не можем глубже дальше, потому что не знаем, а какие инструменты для этого нужны, для этих необычных объектов, с которыми мы столкнулись. Мы не понимаем логику их существования, совершенно не понимаем. А для этого нужна какая-то другая математика. А мы на нее не можем наткнуться, потому что она как-то, видимо, перпендикулярна нашему обыденному опыту. Мы ее придумать-то не можем. Мы либо должны опираться на какие-то наши эксперименты, чтобы проявить вот это. Вот этим сейчас занимаются физики. Что они делают? Пытаются что-то найти, что даст подсказку, где искать, какая нужна математика. Вот. А с другой стороны, математики тоже что-то ищут, пытаются применить вот к этому зоопарку, который мы сегодня наблюдаем, чтобы его упростить. Ну вот в этой борьбе мы и находимся, собственно. Вот это передний край сегодня. Продолжение следует...